С вашего позволения я продолжу докладом, который тоже посвящен вопросам рациональной антибиотикотерапии. Мы уже не первый раз работаем в таком общем формате с профессором Аруносом Валиулиусом. И вот начинает формироваться определенная концепция, то есть мы пытаемся провести параллель между тем, что было в отечественной школе классической, и тем, что есть в европейской, насколько мы исполняем стандарты. И вы сами можете сравнивать в той зоне, где тонзилофаренгит, тонзилит, фаренгит, в разных протоколах это называется разными терминами. В отечественной литературе сейчас принято объединение. Оно не совсем может быть с точки зрения теологии корректное, потому что там, где миндалины, там есть условия для работы бактерий, там, где фаренгит, это все-таки преимущественно вирусы, для пациента это боль в горле, а для врача это жалоба на боль в горле. И поэтому в формате, хотелось бы, чтобы указочка заработала. В формате как раз сравнения, как смотрела на это старая педиатрическая школа отечественная, как смотрят на это международные протоколы, не получается у меня управление дистанционное. И, естественно, только в приложении антибиотикотерапии, потому что все аспекты мы обсудить просто не успеем. Итак, принципиальные вопросы для обсуждения. Когда тонзилофаренгит требует антибиотикотерапии? Как узнать тот самый БГСА ассоциированный тонзилофаренгит? Как выглядят рекомендации в отечественных и международных протоколах? Почему пенициллины до сих пор остаются во всем мире препаратами выбора? Нужна ли дополнительная терапия, если мы уже назначили антибиотики пациенту? Стоит ли лечить носителей? И от каких факторов зависит успех или не успех назначенной антибиотикотерапии? Я думаю, что поскольку я забрала время на общую актуальность мероприятия, я могу не останавливаться на показателях актуальности тонзилофаренгита в нашей практике. Это действительно то, что мы видим повседневно. И начну как раз ту параллель сравнения, которое было сказано в отношении антибиотикотерапии в классических рекомендациях отечественной школы. Вот здесь стоит ссылочка на международный конгресс в то время, когда мы были едины и в плане постсоветского пространства. 2007 год, еще никаких у нас конфликтов даже в политической зоне. В зоне медицины их и не должно быть. Но если мы посмотрим, это классическая респираторная школа. Это профессор Таточенко, Рачинский, Баранов, на учебниках которых когда-то мы учились в институтах. И все очень похоже на современный протокол, созданный два года назад, на клиничную настанову у нас, заработавшую прежде всего для семейных врачей, которая говорит то же самое, просто более современным языком. Есть те диагнозы, которые мы пишем после запятой, написав ОРЗ, и которые требуют от нас в современном протоколе. Это называется Негайне, призначение антибиотикотерапии. То есть вот это повод. И повод для нас пневмония. Эпигалатит, паратензелит, повод для лор-врача. Острый средний отит у детей до 6 месяцев. Наш общий повод для всех сразу стартовать с антибиотика. Острый гнойное обострение хронического синусита. И остался отензелит, но только с приставочкой стрептококковый. То есть так было на самом деле всегда. Что касается отита у детей более старшего возраста, и в современных протоколах, и в старых рекомендациях, видкладена тактика. Если мы начинаем лечить симптоматическую терапию, убираем отек и восстанавливаем вентиляцию, уходит боль в ухе, можно ничего абсолютно не делать. Если это бронхит, это тоже видкладена в части тактика, потому что 90% старта это вирусы. У ребенка до 5 лет 100% старта это вирусы. А значит никаких оснований, написав после запятой ОРЗ острый бронхит, назначать антибиотик сразу у нас нет. Ведькладена, потому что у 10% это хламидия и микоплазма. Это станет понятно, если кашель не будет реагировать на классическую симптоматическую терапию. Если нет обструкции, но кашель длится долго. И тут мы еще будем дифференцировать с атипичной пневмонией, но это тема отдельного разговора. Обострение хронического танзелита очень дискутабельная зона, потому что если говорить об увеличенных рыхлых миндалинах, так это больше работа вирусов. А если говорить об обострении, то и вирусная инфекция тоже может это сделать. И только если это рекуррентный эпизод БГСА, тонзила фаренгита, мы будем назначать антибиотики. Итак, острый стриптококковый танзелит. Когда же все-таки и почему мы говорим только с приставкой стриптококковый. Максимальное значение имеет БГСА, как бактериальный агент, который обладает высокой контагиозностью, быстро распространяется и приводит к развитию гнойных и негнойных осложнений. Вот это показатель номер один для того, чтобы вообще назначать антибиотики, потому что боль в горле пройдет и без этого. Когда мы оцениваем стоя у постели пациента потенциальную этиологию, что мы взвешиваем? Прежде всего взвешиваем возраст. Помним о том, что у ребенка от 3 до 15 вероятность БГСА велика. У взрослых она оценивается максимум 5-10% вообще как бактериальная этиология. И мы не проводим никакой грани между бактериальными другими агентами. Если мы себе сказали бактериальный процесс, мы априори ментально ставим знак равенства БГСА у неспровоцированного пациента. Не будем говорить об иммуносупрессе, специфических наших пациентах, о классическом приеме педиатрическом. И если мы говорим себе, что это бактериальный процесс, мы говорим БГСА и на него ориентируем выбор антибиотика. Это очень удобно и хорошо, потому что антибиотики с широким спектром действий нужны только там, где мы потенциально собираемся покрыть широкий спектр возбудителей и не знаем, на кого мы в данной конкретной ситуации работаем, какие антибиотики выбираем, и тогда берем широкий спектр. Там, где тонзилофаренгит, тонзилит, фаренгит, как бы мы ни называли, но мы решили, что это бактериальная этиология, мы ориентируемся только на БГСА. Все остальные бактериальные агенты не требуют назначения антибиотиков, и мы можем о них не думать, и их чувствительности тоже, потому что они не дают осложнений. А повторюсь, боль в горле при других вариантах, и при этом тоже проходит без назначения антибиотикотерапии. Воспоминаем, откуда приходит стрептококус пиогенус, как его называют, мир или БГСА, на слизистую полость носоглотки, от других таких же, у которых нет болезни. То есть носительство безусловно, но там, где пациент имеет развернутую клитнику, вероятность передачи его многократно возрастает. Тензилит, фарингит, ну и скарлатина, естественно, тоже. Не у всех будет классическая клиника скарлатины. И переходим к следующему этапу. После предположения в отношении возраста, какая вероятность велика, мы еще и должны сделать определенные диагностические шаги, чтобы себя подтвердить. И у нас есть два варианта абсолютного подтверждения. Микробиологическое исследование, которое золотой стандарт, потому что 90% чувствительности и специфичности 95-99%. Это означает, что когда мы получим культуральное исследование, мы себе подтвердим, правильно ли мы действовали. Но если уж говорить о протоколах, то тут как раз тактика на вид кладного назначения. То есть возле постели пациента надо решать вопрос. И здесь хорошо бы, чтобы у нас в руках у всех были экспресс-тесты. К сожалению, бюджетные организации до сих пор не могут похвастаться стабильностью в этой зоне. Что с этими тестами? Специфичность высока 95-100%. Это означает, что если у вас положительный экспресс-тест, то вы уверены, что это БГСА. Но чувствительность 60-80%. Значит, отрицательный тест нам не гарантирует, что это не БГСА. Мы можем пройти мимо. Поэтому и рекомендуется в международных протоколах подтверждать себя культуральными исследованиями. Вот эти шкалы, которые могут существовать под разными названиями, не принципиально отличаясь друг от друга. Это для нас с вами, как для, к сожалению, финансово незабеспеченных. Потому что, скажем, инфекционная ассоциация американская говорит, что мы не можем надеяться на клинику. Ибо БГСА может вызывать стертую клиническую картину. И мы можем пройти мимо ситуации, где нужен был антибиотик. А это не есть хорошо. Но деваться нам некуда. Поэтому мы оцениваем и помним, что безусловный плюс в пользу назначения антибиотиков – это высокая лихорадка. Типичные налеты на миндалинах. Локальные лимфоузлы. А минус баллы – это полилимфоаденопатия. Это наличие кашля или насморка, как признаков вирусных инфекций. Это возраст либо до 3, в некоторых шкалах до 5 лет. И старше 15 до возраста 45. Потом опять получаем вероятность возросшую БГСА вызванной клиники. Оцениваем шкалы. Я не верю, что вы считаете вот прям так в баллах. Вы просто знаете симптомы, на которые ориентироваться. Но по сути это и есть обработка. То есть для того, чтобы быть уверенным, что это БГСА ассоциированный тонзолфарингит и нам нужен антибиотик. Мы должны набрать максимальное количество баллов, а значит все есть. И температура, и налеты, и локальные лимфоузлы. Общее состояние пациента. Во всех случаях остальных либо вид клада на тактика, на рост от ликаря, либо тактика непризначения. Ну а теперь параллель, что же там пишут американцы в действующем актуальном протоколе инфекционной ассоциации американской. Каждый ребенок, который имеет жалобу боли в горле, должен быть подвергнут экспресс-тестированию. Ему нужно взять мазок из горла и провести тестирование на наличие БГСА с помощью быстрого теста. Поскольку одни лишь клинические особенности не позволяют достоверно отличить бактериальный фарингит от вирусного. За исключением случаев, когда насморк, кашель, язву, полость рта и охриплость. То есть ринит, фарингит в чистом виде, без налетов на миндалин, ларингит, бронхит, трахеид. Это все вирусные проявления острых респираторных заболеваний, не требующие антибиотикотерапии. И если боль в горле вместе с кашлем и насморком, то это минус в плане предназначения антибиотиков. Мы верим, что это все-таки заработали вирусы. У детей и подростков при негативных результатах экспресс-теста нужно делать культуральные исследования. При позитивных их можно не делать. Мы верим этим тестам и назначаем сразу антибиотик. Дети и взрослые с острым фарингитом и клиникой других симптомов ОРВИ могут не подвергаться экспресс-тестированию. Детям в возрасте до 3 лет экспресс-тестирование не показано в возрасте. Имеется в виду низкую вероятность БГСА тонзелов фарингита ассоциированного, кроме тех, у которых есть брат или сестра, которые уже заболели. Такие струлчи действительно бывают, я думаю, и в вашей практике, так же, как и в нашей. Я видела ребенка в возрасте год с небольшим хвостиком, с типичной клиникой скарлатины. Но за 2 недели до этого заболел старший брат, у которого была стертая типичная клиника. И мы сомневались, пока не пошли правильные метаморфозы в плане высыпаний. А младший брат заболел, будучи в тесном контакте, и дан нам классическую клинику, средне-тяжелую, как писали раньше в наших учебниках, скарлатины. То есть тоже нетипично. В отношении всех заболеваний, вызванных БГСА, дети, которые находятся в таком тесном контакте, являются зоной риска. Не проводятся культуральные исследования, экспресс-тестирование после финала комплоентной антибиотикотерапии. То есть пациент нас услышал и все сделал как положено. Ну и не проводим рутинного диагностического обследования бессимптомных членов семьи. Вернемся к этой тематике лишь флажочком, для того, чтобы сказать, что следующий доклад будет посвящен как раз этой тематике с точки зрения международных протоколов. Это пока опять-таки возврат к старым нашим отечественным публикациям. Единственная ситуация, которая требует очень тонкой диагностики среди вирусных инфекций, это мононуклеоз. Об этом будет отдельное, очень детальное ассоциированное сообщение. Осложнения, которые вызывают БГСА, являются главным поводом для антибиотикотерапии. Потому что те, которые ранние, инфекционные или гнойные, они могут называться по-разному в разных литературных источниках, они сопряжены даже с риском высокой смертности, по крайней мере в эру до антибиотической терапии так и было. Поэтому если мы сказали себе БГСА, то он взял фарингит, то сразу с первого дня для предотвращения этих рисков. Ну и что очень важно, для неинфекционных поздних осложнений, тех самых, которые ревматическая лихорадка и острый гломероланифрит, потому что в те времена, когда в Соединенных Штатах Америки создали комплоентные вкусные постилочки, которые можно рассосать и горлышко не болит, и клиника проходит, получили вспышку ревматической лихорадки, и после этого от таких новомодных тенденций отказались напрочь. Если это БГСА, то антибиотики обязательно показаны. Но посмотрите в наших отечественных опять же тот же консенсус Махмаха, которые говорят о том, что цель терапии, антибиотикотерапии при БГСА, то он взял о фарингите, предупреждение ранних гнойных, поздних негнойных, и в самую последнюю очередь снижение длительности симптомов собственно локальных, то есть той самой боли в горле. Что касается выбора антибиотиков, инфекционная американская ассоциация, жирным и красным, это конечно я для вас, но в принципе с знаком акцента, пенициллин и амоксициллин остаются равноправными препаратами первого выбора. И Европа, и Соединенные Штаты, в отличие от нас с вами, по-прежнему очень широко используют природные пенициллины, там где работает БГСА. 10 дней тоже жирным, и можно тоже красным, и с восклицательными знаками в отношении бета-локтамов. Вот если там, где пневмония, мы спорим 3, 5, 7, 10, какой пациент, то там, где БГСА, если мы сделали правильный выбор и назначили пенициллин у пациента без аллергии на эти антибиотики, 10 дней никаких оговорок, так же, как в отношении амоксициллина, амоксициллина к лавулоната. Посмотрите на аргументацию. Антибиотики узкого спектра, направленные на БГСА, и БГСА не умеет к ним формировать резистентность, и не имеет ни единого механизма. А значит, не надо использовать широкий спектр, он нам понадобится когда-нибудь потом, у человека еще очень длинная жизнь, и чем-нибудь он обязательно заболеет, чтобы эти инструменты сохранить, и они работали. Редко вызывают побочные эффекты, не обладают токсичностью. И, как это ни парадоксально, даже у американцев отличаются невысокой стоимостью. Для наших пациентов это тоже критично важно. Там, где аллергия, протокол говорит цифалоспорины, и ужас для наших производителей первое поколение, потому что узкоспецифично, она поравлена на стриптококе, и этого достаточно в этой зоне, но тоже 10 дней. Клиндомицин и клоритромицин 10 дней, и только азитромицин для комплоентного пациента, и здесь 5 дней, и здесь у нас проблема с нашей инструкцией к азитромицину, почему-то наш ДЭЦ привел к единому формату 3 дня. Хотя на самом деле и в британских вариантах инструкции, и в американских разрешен прием 5-дневный, и там, и там, и у нас, кстати сказать, тоже есть оговорка, что если мы дадим дозу не 30 мг на килограмм азитромицина, как эта доза рекомендована для атипичной микрофлоры, а 60 мг на килограмм курсовую, причем британцы говорят 20 мг на килограмм в сутки 3 дня подряд, американцы говорят 12 мг на килограмм в течение 5 дней. У нас высшие шансы на эрадикацию. Почему амоксицелин номер один у нас наряду с пенициллинами стоит в соседних странах, тот самый, о котором мы так много говорим, и пытаемся восточную Европу сдвинуть туда же, куда сдвинулась Скандинавия, и север Европы, назначать и считать амоксицелин антибиотиком чистого листа, листа у пациента, у которого только начинается путь пожизненный, когда-то он еще в жизни будет получать антибиотики, первый у неаллергика должен быть амоксицелин. Он наиболее вероятно будет работать в зоне, где флора, вызывающая атиты, пневмонию, и там, где она вызывает тонзилофарингит бактериального генеза. Все агенты чувствительны, кроме тех, которые умеют продуцировать бета-лактомазы, а стриптококи не умеют продуцировать бета-лактомаз, и это, безусловно, имеет значение. Так же, как чистый пенициллин, низкая токсичность, высокая эффективность рандомизированных клинических испытаний. Если в отношении пневмокока у нас есть небольшие проекты, которые выполнялись у нас в стране, в отношении стриптококус-пиогенус мы по-прежнему ссылаемся на данные наших соседей. Единственный акцент, который я хотела бы сделать в плане выбора тактики здесь. Если мы выбрали пенициллин, даже чистый, и амоксициллин, и нас услышали родители, и 10 дней давали для предотвращения поздних иммунопосредованных осложнений. Мы фактически гарантированы, и если у пациента нет настораживающих никаких симптомов, можем не проводить никаких дополнительных тестов. Если мы работали макролидами для того, чтобы работать у пациента аллергико, мы понимаем, что 8% как минимум штаммов стриптококус-пиогенус резистентны, а значит риск поздних иммунопосредованных не исключается. То есть если вы низкокомплоентному ребенку, по всем правилам, дали азитромицин на 5 дней или на 3 дня, смотря как вы выбрали дозу, 20 мг на 1,12 мг, как удобнее дозировать, через 3 недели вы должны еще раз увидеть этого пациента и быть уверенными, что у него отработал свою задачу данный антибиотик, и у него не будет никаких осложнений там, где мы их потенциально можем ожидать. Такие же нули, как у пенициллина, появятся только в зоне препаратов, которыми в амбулаторной практике мы не работаем. Ванкомицин, линозолит – это не препараты первого выбора. Поэтому если нет аллергии, то первым стартует амоксицелин. Если мы уже работали амоксицелином в последние 3 месяца, если мы имеем пациента, который имеет контакт с братом или сестрой, которого мы уже лечим чистым амоксицелином, вот здесь может появиться амоксицелин околоволанат, и так он был раньше, но он же еще и остается и для пациента с хроническими заболеваниями других органов и систем, которые подвергались неоднократной антибиотикотерапии, особенно в последнее время. То есть вот то, о чем говорил Рунос, амоксицелин околоволанат, конечно, активный и хороший антибиотик, но работать там, где справятся с задачей чистый амоксицелин или пенициллин, никакой необходимости нет. Посмотрите, наши внутренние тоже очень похожи. Феноксиметилпенициллин тоже есть как препарат первого выбора, тогда, когда он у нас был доступен фактически в каждой аптеке. Ну и возвращаясь, обострение и не обострение. Причины повторных эпизодов БГСА от он взяла фаренгита. Это некомплоентность по отношению к ранее назначенной терапии. Мы не достигли эрадикации. Особенно на фоне возникшего эпизода у РВИ может быть активация собственной микрофлоры, и там, где носительство тоже, но и там, где вновь от кого-нибудь из заболевших или от носителей приобрели новый штамп, то есть вновь стрептокок пришел даже там, где у нас был предыдущий курс успешен. Механизмы приобретенной устойчивости чрезвычайно широки для разных антибиотиков, у разных бактериальных агентов, но мы должны помнить, что по отношению к пенициллину главное это продукция бета-лактомаз. И поэтому тогда, когда создают антибиотики для стрептококов и для другой микрофлоры, ориентируются на то, умеет агент продуцировать бета-лактомазы или нет. 80% случаев резистентности к бета-лактамам продукция бета-лактомаз, и как раз только стрептококи из всех известных патогенов до сих пор не научились продуцировать эти самые бета-лактомазы. Поэтому мы и стартуем, собственно, с пенициллина в этой зоне. Там, где мы имеем повторный эпизод, рекуррентный эпизод БКСА, тонзиалафаренгита, и там, где спровоцированный пациент, может появиться тот самый защищенный амоксициллин. Напомню вам, что клавулановая кислота по своей структуре очень похожа на бета-лактамные антибиотики, то есть она имеет то же самое бета-лактамное кольцо, но она более обладает высоким сродством к бета-лактомазам. То есть бета-лактомазы отправляются бороться с клавулановой кислотой, антибиотик в это время спокойно работает в зоне, где он, собственно, должен отработать. Поэтому мы получаем более широкий спектр для амоксициллина клавуланата, даже там, где продуцируются бета-лактомазы. Это может быть антибиотиком для смены, если у нас нет ответа клинического продуктивного на чистый амоксициллин, поскольку мы предполагаем, что это не стрептококус пиогенус, но, скажем, рядом живущий стафилококус справляется с продукцией бета-лактомаз и не дает нам возможности достичь эффекта чистым пенициллином. Правильная дорога дальше – это защищенный клавуланатом антибиотик. Дополнительная терапия в протоколах инфекционной ассоциации американской, вы видите, анализировали разные данные разных рандомизированных клинических испытаний и сказали, что только тот самый ацетаминофен в качестве анальгетика антиперетика там, где это действительно нужно пациенту, потому что очень выраженная симптоматика, и только пока она выраженная. Вообще, на самом деле, когда мы назначаем антибиотик, оправданно, лучше обойтись без дополнительной жаропонижающей температуры, ибо мы маскируем эффективность антибиотика. Только там, где пациент уже чрезмерно жалуется нам на боль в горле, не дает спать мамы, или мы имеем показания дополнительные для снижения температуры, создающие риски, это отдельная тоже тема разговора, вот там действительно нужна какая-то дополнительная температура. Избегать аспирина у детей, это мы все узнали, они еще изучали, нужно кортикостероиды или нет, решили, что не нужно, ну и все, список закончен. Нет никаких антигистаминных препаратов, нет никаких назначений, как это бывает в отечественной литературе или в отечественных лекциях, там 5-7 дней антиперетической терапии, это все неправда, но по крайней мере эффективность такого подхода не подтверждена. Ну и последнее, что с носителями? Так же, как и мы, американцы говорят, лечить носительство не нужно, но есть определенное «но». Если этот ребенок заболел БГСА тонзилофаренгитом в той зоне, где много ревматической лихорадки острого гламирола нефрита и инвазивной БГСА инфекции, во время вспышки БГСА фаренгита в закрытых коллективах, в случаях предшествующих атак острой ревматической лихорадки у этого пациента, если рассматривается целесообразность тонзилэктомии, высевается БГСА, нужно сначала сделать курс антибиотикотерапии, потом уже решать вопрос о тонзилэктомии, ну и посмотрите, не последнее, но такое же, как у нас, в семьях, чрезмерно обеспокоенных по поводу БГСА инфекции. Вот здесь для меня определенный сюрприз, потому что, когда у нас с вами мама держит нас руками за горло и просит назначить антибиотик во что бы то ни стало, у них, оказывается, тоже такое бывает, иногда их пациенты тоже достигают цели, хотя на самом деле те, которые уехали от нас туда, очень часто нам жалуются, что несмотря ни на что врач не поддается на уговоры назначить антибиотик там, где он видит, что это вирусная инфекция и нет данных за бактериальную. Ну и все.